Сегодня же Пётр Порошенко поручил Генштабу и Министерству обороны прекратить огонь в зоне АТО с 1 апреля. Военные заявили, что будут соблюдать режим тишины, предусмотренный очередными минскими договоренностями. Пока же ситуация в зоне АТО обостряется за сутки. Боевики 37 раз обстреляли позиции украинских военных, трое бойцов получили ранения. Что происходит на Луганском направлении, узнаем от Олега Решетника. Район Попасное уже давно в сводках штаба АТО по информации разведчиков. В оккупированном Стаханове, до которого отсюда рукой подать, сосредоточены большие силы противника. Здесь боевики, похоже, не слышали о режиме перемирия. Самое горячее время, рассказывают военные, начинаются после захода солнца. Тогда в ход идет весь арсенал боевиков, включая тяжелую артиллерию. Но и днем огонь не прекращается. Стреляют из села, где живут мирные жители. А днем они бывает, что спускаются в село. У них там есть свои тропы, по которым они спускаются. И ведут огонь села по нам. Идут туда в село, знают, что там. Есть еще мирные люди, а нам туда заборонено открывать огонь, потому что там не все люди выехали. В последнее время, как рассказывают военные, здесь было достаточно тихо, потому что буквально недавно произошла у противника ротация. Сейчас боевики осваивают новые позиции. Но вот этой ночью возобновились массированные обстрелы. Стреляли и с 80-го калибра, и с 120-го. Использовали и СПГ. Бойцы наблюдают за противником круглосуточно. В бинокль засекли подозрительные движения на вражеских позициях. Сейчас за нами спостерегают. Один стоит левее от позиции, и другой там стоит. Буквально через несколько минут начался артиллерийский обстрел. Сейчас ведется обстрел в наших позициях с АГС-17. Використовывают АГСи, ПК. Также мы слышим подстрелы с ДШК. Было пару разрывов с СПГ-9. То, что вы сейчас слышите, идет бой. Будет перемещаться в казнинчий место. Будьте спокойнее. Чтобы поступить с вашей командой, покидать позиции. Начинается массированный артобстрел. Олег Решетняк, Максим Чеблин и Владимир Малахов из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Продолжение следует. Продолжение следует...